Ну что, всем привет, уважаемые телезрители! Это программа «Ритмы города». Ну и по традиции в студии я Сергей Тюпаев. Сегодня много интересного, позитивного ждет вас в нашей передаче. Дорогие друзья, за чашечкой кофе думается всегда лучше и прекрасней. Я вам желаю этим летом, я знаю и уверен, что многие собираются в отпуска. Так что отдохните, потусите, подрайвуйте, живите в кайф и чтобы ваш отпуск был мега-фееричным. Ну что, уважаемые телезрители, мы начинаем и начинаем мы с нашей новой рубрики «Стиль» с ведущей Татой. Внимание на экран! Уважаемые зрители, сегодня у нас рубрика «Стиль». Со мной эксперт в сфере макияжа, профессиональные визажисты, просто фея красоты. Тот, кто может преобразить за 5 минут Олесю Войну. Олесь, привет! Привет, Тата! Привет, дорогие друзья! Олесь, ты знаешь, сейчас, наверное, одна из наполевших тем летом делать макияж. Вот тонны какой-то косметики, пудры, тоналки. Вот как можно сделать так, чтобы наложить одно средство и быть красивой? Слушай, ну я с тобой согласна. Летом такая большая проблема для девушек нанести макияж. Очень часто, выходя на улицу, я вижу девушек либо совсем без макияжа, либо просто с тонной косметикой, которая просто на свету играет, и ее очень-очень видно. Ну, например, как ты сама любишь? Ты летом красишься? Я летом крашусь очень редко, в основном предпочитаю более, знаешь, спокойное что-то. Максимум нанесла BB крем, и все. Ну вот видишь, ты большая молодец, потому что летом BB крем, либо CC крем может быть отличной заменой тональному средству. Он, во-первых, уходовый, во-вторых, он гораздо, он очень легкий. И получается, что и кожа у нас ухожена, и тон прекрасный и красивый. А какими еще средствами летом ты любишь пользоваться? Олеся, знаешь, кожа постоянно сохнет. Стараюсь какие-то гидрогели брать, или же наоборот масочки. Может, ты что-то посоветуешь? Ты, наверное, давно на меня подписана, потому что я всем, всем часто говорю, что летом использовать кремы днем, это очень-очень тяжело для кожи. Поэтому существует сейчас огромное количество марок, где делают легкие гидрогели на основе обычных уходовых компонентов, каких-то трав. Благодаря данным гидрогелям лицо у нас достаточно увлажненное, не пересыхает и не утяжеляется. Вот сегодня мы с тобой делали макияж, делали такое максимально нюдовое, естественное. Тебе понравился результат? Да, знаешь, результат классный, его практически не видно, но при этом ты накрашен, и это очень даже хорошо. Слушай, Олеся, такой вопрос. Вот сейчас, наверное, один из актуальных. Летом все равно хочешь, чтобы глаза были подчеркнуты, как-то ярко, чтобы они, вот именно их было видно. Как ты можешь, что ты посоветуешь насчет этого? Ну, во-первых, есть несколько секретов, таких, чтобы можно было накраситься, ходить весь день, купаться и в течение дня не поправлять макияж. Это самое главное. Во-первых, использовать правильные средства. Я всегда рекомендую девушкам подчеркивать верхние слизистые черным карандашом. Да, это неприятно, да, многие этого боятся, но это очень-очень крутой эффект на глазах, когда окажется, что на лице ничего нет, но при этом взгляд открытый и подчеркнутый. Для того, чтобы сделать такой эффект, можно купить обычный гелевый карандашик. Их цена начинается от 80 рублей, а эффект просто вау. Ну что ж, это классно, знаешь, мне кажется, одна из тоже актуальных проблем, это летом, когда пересыхают губы. Ты вот просто идешь, смотришь и думаешь, как же так, нельзя что ли увлажнить, какие-то гигиенические помады, может, есть какие-то средства? Ну, средства однозначно есть, но пересохшие губы, это сейчас болезнь, скорее, не лето, а нынешние моды на сухие помады. Все же стараются нанести на губы средство, которое держится как можно дольше, но, к сожалению, такое средство будет неиспешно сушить губы. Поэтому сейчас во всех марках есть всевозможные увлажняющие бальзамы. Есть более хорошие, есть менее, но в любом случае бальзамом необходимо пользоваться в течение дня. Вообще, летом я рекомендовала вообще обойтись без помады, если ты не идешь на какое-то важное мероприятие. Вполне достаточно обычного блеска, при этом и губы не увлажняет, и улыбка прекрасная. И знаешь, наверное, еще такая одна из проблем, вот я прихожу в магазин косметики, смотрю какие-то товары, и вижу, женщина подбирает себе тон, но тон ее лица и шеи совершенно не соответствует. О, это больная проблема всех визажистов, наверное, даже многих девушек. Я сама очень часто, приходя в магазин, вижу девушку, которая выбирает тон, и смотря на то, что у нее в руках и на нее, я понимаю, что то, что она держит, это вообще ей не подходит. Вот искренне подхожу, говорю, что, блин, ну это не ваш тон, но, к сожалению, не все меня слушают. Самое главное правило, это то, что тон должен подходить под цвет нашего лица. Не на тон темнее, не на тон светлее, а именно с тоном лица. Единственная в этом сложность бывает тогда, когда у девушек бывает лицо одного цвета, например, а шея и кожа совсем другого. В этом случае, лично мой такой маленький секрет, я смотрю на руки. То есть, руки это всегда показатель того, в основном, как что-то среднего между лицом и шеей. И тогда тон я подбираю именно по руке, только не по внешней стороне, а по внутренней. Так как здесь кожа более тонкая. Но в любом случае, если есть возможность в магазине подобрать тон, то лучше, конечно же, нанести его на себя. Выйти на улицу и посмотреть на свет. Олеся, вот еще одна из таких проблем, когда летом собираешь хвост, открыта вся часть сзади получается, открыты уши. Вот что сделать, когда уши совершенно белые, а ты загорелые? Ну, в любом случае, правило любого взлажиста, уши обязательно тоже тонируются. Но тонируются не огромными ошметками тона, а остатками тона на кисти. То есть, даже если ты мажешь кремом BB, то ты можешь остатками крема на руках просто немного промокнуть уши. Потому что уши всегда начинают краснеть в первую очередь и сдают нас девушек. Ну что ж, Олеся, я думаю, многие получили прям целый гид после твоих рассказов. А есть ли какие-то универсальные советы, которые могут подойти всем абсолютно? Конечно. Самое мое любимое средство для макияжа, которое я использую каждый день, это коричневый карандаш. Нанесла под нижнее веко, растянула кисточкой, нанесла на верхнее веко, растянула кисточкой, припечатала тенями и все, хоть купайся. Такой макияж глаз будет держаться крепко, и никакая база не нужна. И кошелек наш будет в порядке. Олеся, давай подведем итоги. Расскажи, пожалуйста, про топ-5 средств нашим дорогим телезрителям, которые просто невозможно будет летом. На мой взгляд, летом в вашей косметичке обязательно должен быть хайлайтер, жидкий или сухой, карандаш черный для того, чтобы подвести верхнюю слизистую, карандаш коричневый, чтобы использовать его либо вместо тени, либо вместе с тенями, BB или CC крем для идеального тона лица, ну и, конечно же, средства для бровей. Без бровей женщина уже никуда. Ну что ж, Олеся, спасибо тебе большое за то, что ты нам рассказала такие актуальные вещи, сказала про интересные моменты, а может быть, какие-то некие лайфхаки, которые наши дорогие телезрители будут использовать. А мы с вами, дорогие телезрители, увидимся на следующей неделе в рубрике «Стиль» и будем также говорить о красоте. Да, мне просто интересно, многие ли следят за своим стилем и вообще тенденциями моды. Я считаю, что в России, так как я люблю путешествовать, вообще модные люди. Очень много таких, которые ходят в брендовых вещах, да даже и не в брендовых, но одеваются со вкусом. Но это на усмотрение каждого. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас наша рубрика «Эксперт финансового дела». Внимание на экран. Добрый день, уважаемые телезрители. К нам приходит очень много вопросов, связанных с деятельностью КПК. Сегодня я постараюсь ответить на некоторые из них. Ольга, вам вопрос. Почему процентные ставки у кооператив выше, чем в банках? КПК отличается от других финансовых организаций. Тель кооперативов не привлечения прибыли, а непосредственно удовлетворения финансовых нужд своих пайщиков. Максимальный размер ставки по сбережениям устанавливает Центральный банк России. На основании базового стандарта осуществления деятельности КПК на финансовом рынке это протокол Центробанка, номер ФЗНП 26 от 19.09.2018 года и на основании федерального закона 190 о кредитной кооперации. На основании вышеизложенного ставка КПК не может превышать 1,8 ставки рефинансирования Центробанка. А ключевая ставка Центробанка на данный момент составляет 7,5%. Если умножить этот показатель на 1,8, то как раз мы получаем максимальный размер ставки 13,5 годовых, но на данный момент. За счет чего осуществляют кооперативы свою деятельность? КПК привлекает сбережения от физических лиц и выдают займы. Займы выдаются под высокий процент и из-за разности ставок по сбережениям и по займам формируется непосредственно доход кооператива. Из него оплачиваются расходы по содержанию офисов и происходит выдача процентов. Налогооблагаемой базой является разницей между заявленной ставкой и льготной ставкой. Заявленная ставка составляет 13,5%, а льготная ставка формируется из ключевой ставки Центробанка плюс 5% пунктов. Ключевая ставка Центробанка на данный момент составляет 7,5%. Соответственно, прибавляем к ней 5% пунктов, получаем 12,5%. Помним, что это разница, поэтому мы от 13,5% должны отнять 12,5%, получаем 1%. Налоговая ставка составляет 35%, поэтому мы умножаем 1% полученный на 0,35%, получаем 0,35%. Соответственно, 0,35% от заявленных 13,5% и будет перечислено на основании налога кодекса Российской Федерации и средств пайщика в федеральный бюджет. Данные вычисления видны в графике. График – это приложение к договору, которое заключается непосредственно между пайщиком и кооперативом. Ольга, скажите, пожалуйста, как выбрать кооператив и на что обратить внимание? Как и любая финансорганизация, кредитный потребительский кооператив должен состоять в государственном реестре КПК на сайте Центробанка России. Отдельно нужно обращать внимание на то, что КПК обязан входить в саморегулированную организацию или сокращенно СРО. А также немаловажен тот факт, что при заключении договора, точнее перед ним, нужно внимательно ознакомливаться со всеми документами и только после этого их подписывать и, соответственно, размещать свои средства. Ольга, скажите, а могу ли я снимать проценты не каждый месяц, а в конце срока договора? Да, конечно, можно и в каждый месяц, можно в конце срока, то есть как вам будет удобно. А можно ли расторгнуть договор с одним кооперативом и перейти в другой? Да, это ваше право, но если вы будете расторгать договор, то процентная ставка будет пересчитана по тот процент, который будет указан в договоре кооператива. Ольга, и какие нужны документы, чтобы вступить в кооператив? В основном это паспорт и пенсионное удостоверение. Еще один вопрос, скажите, пожалуйста, могу ли я пополнять свои сбережения? Да, конечно, вы здесь не ограничены. Хочу задать вам вопрос, могут ли у кооперативов отобрать лицензию? Деятельность КПК не лицензируется, разрешение на деятельность дает членство в СРО, то есть если КПК не состоит в СРО, он не имеет права даже рекламироваться. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши вопросы, мы всегда с радостью готовы на них ответить. Субтитры делал DimaTorzok А мы продолжаем, и следующая наша рубрика, самая мистическая, самая рейтинговая, с нашим экспертом по экстрасенсорике Татьяной Жмакиной и рубрика «Время экстрасенсов». Здравствуйте, меня зовут Наталья, я пришла к вам с таким вопросом. Давайте, Наташа, сама посмотрю, дайте мне вот так руку, пожалуйста. Правую, вот так вот. Ну, вопросов-то у вас много, и ключевых, наверное, два вопроса у вас. Да. Таких вот. Когда первый раз у вас Татьяна, я сразу поняла, что это очень хороший, позитивный, энергетический, добрый человек, к ней хочется обратиться, спросить ее помощь и совет, так как не каждый человек может искренне тебе помочь, хотя бы просто советом поддержать себя. Первый вопрос у вас по жилью, потому что вы не местная, и приехали-то отсюда вообще, с другой стороны, такое ощущение, что у вас какие-то трагические события выдавили оттуда, просто вы не хотели до последнего, но вот пришлось вам уехать. Да. И после этого убираете. И вот после вот этих событий вы уже сюда, ну просто пришлось реально убежать, наверное, даже, скажем так, сюда приехать. И поэтому сейчас пока на съемном жилье, вот, но вопрос у вас какой, по ипотеке? Ну, по квартире, да, вот ипотека, это единственный момент, что вот можно взять жилье в ипотеку. Будет ли это возможно? Это очень такая насыщенная. Возможно, да, но только не вот, не быстро, как вам хотелось бы, это год вот через полтора, но возьмете, и хорошее жилье возьмете, и расплатите, кстати, быстрее, чем вот с ипотечный срок. Я в первую очередь шла к Татьяне с этими вопросами. Мы уже пять лет назад приехали, у нас так получилось, что мы приехали издалека, из другой стороны, там началась война, и мне было вынуждено переехать с детьми, с мамой. Мы на данный момент проживаем в съемной квартире уже пять лет. Естественно, мечта каждого человека — иметь свое жилье. И любые попытки взять ипотеку или как-то собрать почему-то вот пока не получается. Это очень наболевшая тема. И с этим вопросом я обратилась к Татьяне. Татьяна меня очень успокоила и уверила в том, что все у меня получится, и у меня будет своя квартира наконец здесь. Что у вас пойдет? Расплатить почему? Потому что второй вопрос по работе. Сейчас работа, причем когда молодец, умничка, в чем, что когда вы приехали, вы брали за любую работу. Вам вот любая работа не зазорная, ничто. И сейчас вы хотите вместе с мужем, да, вы хотите свое дело открыть. Конечно, да, с мужем хотим дело открыть свое. Из того вот, где я работала, уже попробовать работать на себя. Вы сами большая умничка. Вы же такая, как Юла, оттуда-сюда, очень достырная, при этом упертая, все, хочу, план поставил, пошла. Вижу цель, препятствия не вижу. Молодец. Прям умничка. Приходится в эту ситуацию, в которой оказались, да. Еще один из самых основных моментов в моей жизни в связи с моим переездом и жительством, это, естественно, была потеря работы. Когда я приехала, я бралась за любую новую работу, за нее я не боялась никакой работы. Сейчас я подошла к тому, что хочу открыть свое дело и сделать свою работу на себя, и чтобы было контролировать людей, и чтобы, ну, открыть свой бизнес мне очень хочется. И хотя она сказала, что все у меня получится, главное, добиваться своей цели, и все будет хорошо. Вы с вами такая вся очень активная, и поэтому у вас, я вот смотрю, у вас две дочки, да? Да. И младшая дочь, она прям ваша. Очень мне похожа. Вся в вас, она вот внутри похожа, вот, энергетика такая, что тоже такая пробивная, тоже такая упертая. Да. Ну, это хорошо, она не упрямая, а именно упертая, если вот что-то надо, она дает. Так же, как и вы, младшая, старшая, она немножко другая, и старшая, она закрытая очень у меня. Да, очень закрытая девочка, очень тяжело, если не добиться, не встречаться. Я потому что за младшую я бы вообще не задерживала. Как за дочку, да, как вот за человечек, все, в свою жизнь вообще отлично будет. А вот за старшей ей любви побольше надо. Вы ей очень много даете. И вот даже, если честно, вот мне как показывают, да, что у вас любви к старшей в ущерб младшей. Да. Но младшая сама добирает везде. Она вот такой вот. Да. Она даже над собой умеет смеяться. Да. А старшая очень обидчивая. Чуть не так. Причем она может обидеть даже на взгляд. Вот что-то не так, не то. Ну, это ребенок такой, она пришла с большим запасом любви, потому что ей очень больше нужно. Поэтому больше внимания ей. И даже, знаете, может не словами где-то, где-то обняла, а лишний раз он лишним не будет. Перелюбить ребенка нельзя, недолюбить можно. И раз уж она такая пришла, ну, дайте ей побольше внимания. Еще очень удивительно, что Татьяна очень глубоко почувствовала двух моих дочерей. У девочек небольшая разница. И люблю вроде бы их одинаково, но она почувствовала именно ту эмоциональную разницу между ними. Моя старшая дочь, она действительно очень сложный ежик. Ей очень тяжело было переездом, она морально обижается на все. Как бы я никогда об этом никому не рассказывала, потому что это не очень приятно. Младшая дочка, она даже меньше мною целованная, и обнимаю ее меньше, но она как-то позитивная. Но все равно вот характер двух детей, отношение их ко мне, и моих, Татьяна, почувствовала очень глубоко и очень сильно. Да, в принципе, с вашими вопросами, по которым конкретно вы пришли, еще раз говорю, все у вас будет хорошо. Вы большая умничка с вами, пожалуйста. Спасибо вам большое, очень спасибо вам большое. Ну все, до свидания, удачи вам. До свидания, удачи вам. Дорогие друзья, рубрика «Время экстрасенсов». Кто-то верит в экстрасенсов, кто-то не верит, но у меня по судьбе так случилось, что я общаюсь с этими людьми. Да, кто-то может сказать, что они не от мира сего, как-то что-то видят, какие-то картинки, у кого-то приходят какие-то видения. Я считаю, что такие люди существуют, ну а верить или не верить, это уж как бы прерогатива каждого. Это была программа «Ритмы города», увидимся на следующей неделе. Сергей Тюпаев с вами, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»